Привет, друзья! Это фото-подкаст Get Lens, где мы болтаем с настоящими профессионалами для того, чтобы вы стали еще круче. Меня зовут Денис Насаев, а сегодня у нас в гостях свадебный и не только фотограф Алексей Кремов. Алексей, скажите про себя, пожалуйста. Скажи, почему клиенты, которые хотят свежую, нестандартную, яркую свадебную фотосессию, должны заказать именно тебе? Ну, потому что я снимаю свадьбы уже восьмой год, и только свадьбы. То есть я полностью сфокусирован на свадебной фотографии, у меня нет других каких-то съемок, жанров. Но максимум, что я добавил, это в последнее время семейные съемки, потому что вот все мои пары, которых я когда-то снимал, уже остепенно... А вот голая девушка. Это творчество, это творчество, это творчество. Да, и в общем, это, это, как говорится, для души. Что ты считаешь самым важным в свадебной фотографии? Самым важным. Я считаю, что важно, важно ребятам, которые ищут фотографа свадебного, выбрать именно своего фотографа. То есть понять, что именно этот человек сделает то, что вы хотите. Вот, как бы это странно ни звучало. В общем, то есть если ты свадебный фотограф, то ты должен навстречу максимально доводить всю ту информацию, которую ты владеешь, которую ты знаешь, и вкладывая это из своего опыта фотографического. Ну, я говорю еще про ребят, которые снимают там свадьбы уже не первый год, и они примерно представляют, какой тип клиента должен быть у него. Я считаю, что если ребята просят тебя снимать только репортаж, а ты снимаешь постановочную фотографию, по крайней мере, на прогулке, вот, и ты должен их, как бы, убедить, либо убедить, что, ребят, на прогулке мы поснимаем не репортаж, а постановочки, вот, либо сказать, ребят, я, блин, не смогу вас снять за километр с другого конца улицы, и, в общем, давайте я вам порекомендую того, кто это сможет. Потому что вы сядете в лужу, вот, в день свадьбы, и это просто, я говорю, опять же, на опыте, как говорится. То есть ты отказываешься, бывает, да, что вот ты видишь, что люди не твои, и ты такой, все, ребят, давайте я вам посоветую. Как часто бывает сейчас, спустя 8 лет свадебных съемок, что приходят такие клиенты, которые хотят чего-то иного, то есть не за твоим продуктом, который у тебя в портфолио на сайте, а за другим каким-то, как часто ты сейчас отказываешь людям? Даже я не сам отказываю, ребята сами делают выводы, то есть после встречи, потому что они приходят, они видят у меня там живые фотографии, все улыбаются, все радуются, все думают, что это все просто моментики. Да, это моменты, но эти моменты созданы в процессе постановы. Это какой-нибудь плоский юмор за соточку, вот. Вот, и, в общем, либо какая-то шутечка, вот, ниже пояса, и вот они смеются, вот они улыбаются. И я объясняю людям, я объясняю людям, у меня, вот, поскольку у меня других каких-то жанров в моей жизни нет, поэтому я со всеми ребятами своими, которых подписываю, вот, в момент подписания я говорю, что, «Ребят, мы за недельку, за две или за месяц, когда вам удобнее, встретимся где-нибудь, если свадьба в черте города, то мы встречаемся прямо на этой локации, где будем сниматься, и проводим тестовую съемку». Да, типа, фотографии ребят с нее не получают, мы просто тренируемся, вот. Как целоваться на камеру. Потому что, потому что ребята все в основном, ну, на 99,9 первый раз у них это все, естественно, я, я как бы снимаю неподготовленный народ. Мы встречаемся, несмотря, вот, какой бы опыт у тебя не был, вот, личный опыт, то есть сколько бы ты свадеб ни снял, вот, эти люди видят тебя первый раз. Ну, то есть, вот, момент подписания увидят тебя в первый раз, вот, а сейчас даже и момент подписания уже съедается, потому что люди настолько привыкли к дистанционке, что вот эти скайпы, вот это все, это все сводит к минимуму встреч. А моя цель, какая моя цель, так, незаметно втереться в доверие к людям, чтобы они были более раскрепощены, чтобы они доверились. И вот, ну, по классике, если так считать, то я встречаюсь три раза, это вот первый раз, это на стадии подписания договора, потом мы тренируемся за недельку, за две до свадьбы, и в свадебный день непосредственно я уже иду, я знаю, как визуально выглядят ребята, не перепутаю их, вот, они не перепутают меня, и они уже будут понимать, как вообще целоваться на камеру. Такие съемки ты всем делаешь своим свадебным парам? Да, 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 то есть, ну, я как бы, я не для каждой пары выезжаю, я как бы компоную их все в один день, и прям, типа, вот, если, если такая есть возможность, там, пять-шесть пар, короче, по часу, ну, не по часу, там, минут 15-20 времени это затрачивает. Это очень важно, это на самом деле важно, потому что это упрощает твою работу потом. Во-первых, ты на тестовой съемке уже понимаешь, насколько вот капризен как раз твой клиент, в том плане, что если тебе человек говорит, что, блин, да я, там, не хочу, я не могу, мне тяжело, вот, то ты такой уже, блин, это звоночек, звоночек. У меня было, у меня, правда, был такой раз, когда я понял, что будет трудно. Ну, прям вот, когда человек, знаешь, ты показываешь, что и как делать, он вот на секунду вот встает, как тебе надо, ты только за камеры тянешься, он такой, блин, да нет, это глупо, короче, это не то, я не хочу так. Вот, и ты такой, ну, ладно, будем, короче, как-то работать по-другому, значит, на свадьбе, и было тяжело, очень тяжело было, вот, потому что не довел, не довел человека до этого. Ну, это не значит, что вся свадебная фотография, это постановочно, не-не-не, это прогулка. Ну, то есть, трудно, если ваши ребята не модели какие-то, которых реально можно без всякой какой-то постановочной, дополнительной темы снимать, то очень-очень трудно, знаете, или прогулку, вот, по крайней мере, мне вот свою портфолио, как бы, предоставить клиенту. Больше молодых ребят, или, бывает, приходят пары в возраст? Ну, в основном, как бы, мне кажется, это, как, знаешь, как с, вот, этой истории, вот, про то, скажи, кто твоя собака, я скажу, кто ты, вот, это то же самое, то есть, в основном, притягиваются такие же люди, вот, то есть, я начинал, там, когда мне было 24, у меня были 24-летние, а мне 30, и уже сейчас ребята к 30, вот, ну, есть, типа, взрослее, как бы, я не против. Ну, важно понять, что, как бы, чем старше, тем более вкусы меняются, то есть, чем старше человек, тем у него более классические все-таки вкусы, то есть, вот эта вот классика. И важный момент, то, что, вот, то, что у меня в портфолио, допустим, мне, мне, вот, честно, мне непривычно, что мне говорят, что там что-то необычное, для меня это уже, вот, как классика, вот. Но, опять же, и от этой самой классики ни в коем случае нельзя отказываться, это все-таки, как бы, должен снять и такую свадьбу, и другую свадьбу. Если раньше ты позволял себе больше уходить в творческую часть, то сейчас, вот, с годами, я, опять же, понимаю, что, ну, важны ребятам другие кадры тоже больше, вот. Нужны кадры, которые мамы и бабушки смогут распечатать и поставить на комод. Да-да-да. Хотя бы... Именно, именно без этих всяких языков, слюней, чтобы они одеты были. Из поднятых ног и... Чтобы одеты были. ...бирюзовых автобусов на заднем плане. Да, да, это очень важно. Каково в процентном соотношении, ну, вот, если все твои готовые свадебные фотки, вот, серия свадебная, это 100%, сколько в процентном соотношении стандартных бабушкиных портретов, ты считаешь важным? Бабушкиных портретов? Слушай, мне кажется... Для бабушки. Для бабушки, наверное, процентов 50 на 50. Но, если мы говорим о прогулке, вот, опять же, вот, я не знаю, что... Что сейчас, нынче фотографы считают за нестандартные? Вот, если бы у нас были примеры... Мне почему-то... Вот, открой my wet, открой my wet, и там ты посмотришь, такой думаешь, блин, да какую скучную вещь я снимаю. Тут, ребят, это такие тренды задают, особенно иностранцы. Поэтому фоточки с проектором, который уже все видеографы Москвы видели, мой проектор, блин, они сейчас увидят подкаст, скажут, блин, опять он на своем проекторе, который таскаю с собой. Есть для тебя принципиальная разница снимать на улице или в помещениях? Любишь ли ты больше студии? Почему-то, я думаю, что улицы как-то больше не знаю. Да, улица, улица. Или уже после 8 лет свадеб тебе пофиг снимать помещение на улицах? Улицы я ненавижу, я ненавижу шум. Я ненавижу шум, но в плане шум цифровой. Я за естественный свет, я за вспышку в лоб. Вот, я не из тех людей, которые таскают кучу стойк с собой. Ни разу не таскал стойки. Не знаю, что это такое для меня. Ну, есть прищепки, я тоже могу их вот скинуть, чтобы все знали, что такое прищепка для вспышек. Вот, ребят, или скотчится ножницами. Вот, я просто видел тут недавно девочку, вот она пришла на свадьбу, которую я снимаю, она пришла как бы просто портфолио набить, она с собой стойку принесла. Она ниже нее, этой стойки. Вот, она тяжеленная. Ну, короче, не девочка стойка, она тяжеленная. Я не знаю, как она ездит, передвигается. Короче, по поводу места. Ну, мы можем сразу, да, перейти плавно. Мы можем перейти к рекомендациям. Допустим, нас смотрят совсем юные ребята, которым еще не пофигу, где снимать. Которые не умеют, например, снимать в любом месте. Что бы ты мог посоветовать им в плане локаций в Москве и в Питере? То есть, куда, какие прекрасные, нестандартные места можно поехать, чтобы сделать крутые фотки? Ну, слушай, про Питер ничего не могу сказать. Я еще не познал, не постиг, не постиг всех. Всех тонкостей этого прекрасного города. Я просто, ну, я как этот самый турист выхожу и такой, блин, это красивый дом, и это красивый дом. Я, наоборот, в Москве пытаюсь воссоздать Питер. Вот, у меня вот куча... Почему мне легко было зайти на Питер? Потому что у меня питерские свадьбы какие-то в Москве сняты. Вот, и я когда проплатил рекламу, не буду говорить, где, вот, и я, короче, очень много сразу заказиков получил. Я люблю Китай-город. Китай-город — потрясающее место. Сейчас я расскажу вам, как вообще не парясь снять прогулку, потому что Китай-город — это уникальное место. Оно уникально тем, что там все рядом, все рядом, ребят. Там абсолютно пустые улицы, особенно в будний день. Ну, в будний день, да, в обед там, естественно, пусто. Когда там пустые улицы? В выходной день там во дворах очень пусто, очень пусто, да. Конечно, летом, в субботний, летний день там вы встретите побольше народа, чем обычно, но в целом Китай-город именно из-за того, что там трафик низкий, эти узкие улочки. В общем, эти дворы из «Брата-2», «Брат-2» там снимали, если что, ребят. Я даже знаю, как туда попасть, в этот двор. Не секрет, наверное. Можете подписаться на меня, я вам расскажу, как попасть во двор, где снимать «Брат-2». Короче, там все рядышком. Если вам нужна зелень, там есть морозовский сад, заходите в морозовский сад и снимайте как прямо в парке. Вот, потому что я, честно, я не вижу смысла вообще снимать в парках. В большинстве своем это все, ну, кроме, конечно, каких-то там усадеб, где все масштабно и все можно показать. В большинстве своем это зеленый фон. Вот, поэтому, как бы, если бы... В Нескушном есть прекрасные тумбы. Тумбы, хорошо. С которых растут цветы. Хорошо, тумбы. Но почему еще Китай-город? Потому что оттуда можно рвануть на Таганку, фабрика Станиславского, да, вот. Что там, Artplay, если кому-то повеселее что-то нужно. Там очень много народу всегда. Arma, опять же. И все вот очень компактно, вот. Потом еще очень люблю апартаменты. Апартаменты люблю. Я всех отговариваю от отелей. Абсолютно всех. Каждую пару, которых я снимаю. Мы начинаем с того, что если у них отель, я говорю, блин, ну, ладно, ребят, переживем. Переживем, перетерпим. Так что, если кто-то хочет как-то сэкономить, сэкономить, серьезно сэкономить бюджет на жилье, в котором вы проведете там несколько дней, и где можно получить клевые фоточки. Раньше был booking Airbnb, сейчас будет что-то другое. Ну, в общем, съемное жилье в Москве, а особенно в Питере, это что-то потрясающее, это что-то дешевое, это что-то доступное, светлое, большое. Самое главное, там нет меню, там нет телефонов, там нету шумных постояльцев из соседних номеров, когда ты приходишь, и тебе говорят, Леваш, мы не выспались нифига, потому что у нас там кто-то шумел за стеной. Это очень неприятно. Ну и в целом, в отелях, кроме кровати, вы ничего особо не поснимаете, они в большинстве своем, в большинстве своем они, номера не очень просторные. Поэтому вот мы начинаем с того, что если ребят хотят утро невесты, и вообще утро, вот как у меня в сериях, потому что серия более полноценна получается, если мы с утра снимаем, то я говорю, давайте вот есть, допустим, блин, сейчас это будет как реклама, ну вот сейчас доступное жилье, это вот Маморо, вы заходите, там эти 13 апартаментов, из них там 4 более-менее хорошие, отлично. Маморо, это любовь моя большая. Да, вот, чистые пруды, ребят. В Питере, если что, если что, слышат, есть. Можно найти даже эти самые дома. Слушай, если R&B, 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 B&B и Booking сейчас ушли, где вот сейчас, как их искать? Просто гуглить? Слушай, во-первых, ну, у меня, по крайней мере, осталась та база, в которых я уже, в апартах, в которых я находился. То есть я в Питер-то как раз весь изъездил, вот в своем имени отдыхе ездил, когда я выбирал что-нибудь покруче. Сколько вы хотите денег за эту базу? Да бесплатно, господи, пишите, кому нужно. Нет, не надо, не надо. Ну, если на Инстаграм подпишетесь, я скину, скину. Касаемо Питера, там я тоже снимал квартиру. И обычно проблема же с выходом на крышу. Вот, все переживают. Вот мы приедем в Питер, а как к нам на крышу попасть, и все экскурсии заказывают. А я нашел квартиру, где просто свой выход на крышу. Просто ты открываешь вот эти рольставни, вот, с пульта. Это 5000 рублей сутки стоило, ребят. Это такая квартира замечательная, да, и все. Я возьму адрес, ладно? Возьмешь. Вдруг когда-то ты не будешь в Питере? На твоем сайте есть очень кайфовые серии, которые нестандартно называются. Ну и у них прикольное название у всех. Расскажи про название, как рождаются названия серий. Ну это же название трек. В ГДР Джонатан ты не слушал, да? Друг Джонатан. Да, знаю. Здравствуй, Джонатан. Изначально почему вообще треки на обложке были? В общем, ну это как вот обложка, тогда еще я слушал компакт-диски. Вот. Сейчас винильчик. Вот на виниле сейчас обложки, конечно, потрясающие. У меня был какой-то трек, который мне нравился. Вот. И я прокручивал, ну, как вообще вдохновение ловил изначально я. Я смотрел какие-то музыкальные клипы, делал скриншотики. Вот. С референсами, которые мне нужны. Потом писал девушкам в Инстаграм, красивым девушкам, я писал, что привет, у тебя есть парень? Вот. На что они мне отвечали. Если да, то я очень радовался. Я реально радовался. Ура! Идем снимать. И кидал референсы. Говорил, куда едем, что одеть. Ну, это очень, ну, типа, легко. Вот. Это очень легко по одежде все. А если она говорила нет, наш разговор на этом прекращался. Ты представляешь, как вот... И, то есть, многие девушки до сих пор не понимают, к чему был этот вопрос. Не знаю, я, наверное, в блоке у пару десятков девчонок. Я еще так писал, знаешь, типа, жаль. Жаль. Очень жаль. Прости. Вот. Они еще чувствуют все время подвох какой-то. Вот. Хотя я вот в последнее время... Сразу предупреждаю уже. Мне уже надоело играть в эти игры. Я пишу, есть парень, надо поснимать. Вот. И сейчас... В общем, сейчас еще проще стало найти ребят, конечно. А тогда вот были трудности какие-то, не все еще вписывались в это все. Но каким-то чудом я нашел пару классных пар. И мы в течение, там, пару месяцев я снимал Love Story. Вот. Раз в недельку я стабильно что-то снимал под эти треки, под всякие разные. И потом вот в серии с 20-30 фотографий пришла уверенность, пришло понимание того, что... Что мне нужно? Во-первых, спасибо. Есть такой... Да ты, наверное, слышал. Дима Гусев, конечно. Вот. Рос на этих вебинарах Гусева. Вот. Ты послушал замечательного фотографа из Новосибирска, вот, Никиту Хнюнина, по-моему. И он, вот этот вот, вот этот вебинар, они там раньше... Ну, стрим с ним, стрим с фотографом, двухчасовой был или трехчасовой. Он вот полностью, знаешь, это был 15-й год, и он полностью вот мое сознание перевернул в том плане, что нужно больше именно тоже живых фоточек, вот, репортажных. Вот. Нужно думать над не просто отдельными фотографиями, а над серией. То есть как в голове у тебя должна быть серия кадров. Вот. И она должна иметь логическое начало и логический конец какой-то. Вот. И тогда вот все пошло нарастающее. То есть вот с помощью вот таких съемочек, которые тоже, наверное, парочку я вам скину. У меня до сих пор на сайте что-то висит, еще что-то осталось вот с этих первых моих лет. Вот. И все, и понеслось. А там репосты в ВКонтакте, у меня еще тогда инсты не было. Вот. Там розыгрыш бесплатной съемки, а потом эти ребята, которых я снимал, которым снимал Лавстори, жениться стали. Вот. Но, в общем, тут никогда не было у меня вот, когда я начинал. Я же юрист. Я же юрист по образованию. По мне плачет прокуратура где-то там. Вот. Я думал, что я сейчас в армию схожу. Вот. Я закончил высшее образование юридическое получил. Закончил служить. Вот. У меня диплом. Вот у меня военник. И надо в прокуратуру идти и работать за 60 тысяч рублей в месяц с этими бумажками. Вот. Ну, все поменялось. Все поменялось. Я в какой-то момент понял, что это не мое. Но еще на стадии учебы. И вот параллельно стал снимать уже что-то свое. И вот я пришел с армии, набрал вот этих Лавстори, послушал. Это вот касаемо обучения. Все доступно на YouTube. Если тогда, в 15-м году, было много всего, то сейчас, наверное, избыток какой-то, перенасыщение. Но тоже. Но зато сейчас есть такие наши русскоязычные ребята. Ам лап ми. Все вот это очень потрясающе. Если бы у нас в свое время это все было, я не знаю, где бы мы были сейчас. Вот. Да и они тогда были. Просто надо было поискать чуть-чуть. Опять же, все зависит от того, какой ты сам человек. Вот. Я был интроверт. Прям таким нормальным интровертом. То есть, и, естественно, с каждым годом там мне становилось все легче, легче, легче. Но ключевая проблема ребят, которых ты не знаешь, и ты с ними идешь на съемку, это нужно вот эту тишину заполнить. Мертвую тишину. Я не люблю. Не люблю тишину. Вот. Мне сразу становится некомфортно. И благодаря вот этим всем съемкам я научился заполнять это все. Научился как-то работать. Сейчас я больше ценю тишину, конечно. Ну, тогда, тогда я вот делал себя из интроверта, превращал в экстраверта. Я здесь просто обязан сделать таскливое лицо, посмотреть в кадр и сказать, самое главное, это заполнить тишину. Ну, как скажешь. Как скажешь. Ну да. У меня колоночка привязана к рюкзаку. Все время. Да. Играет прекрасная музыка. Как часто ты обновляешь сайт? Черт, последний раз, вот раз в прошлом году, в прошлом году было, прикинь, когда выйдет, когда выйдет вот это все, если оно выйдет, я уже приду на другой сайт, и там будет все по-другому немножечко. Там уже будет много свежего, потому что вот как-то жизнь так завертелась, закрутилась, я просто, если что, ребят, будьте осторожны, пожалуйста, не рискуйте своей жизнью, не катайтесь на лонгбордах в сезон. Я покатался на лонгборде, да, не моя вина, но так получилось, и я сломал себе локтевой сустав. 22 или 23 июня прошлого года, да. Через два дня я уже снимал свадьбу с ассистентом, да. Левая рука, вот. В общем, на всю жизнь запомню эту историю. Однажды я ехал на фестиваль «Рок над Волгой», и в разгар свадебного сезона сломал большой палец правой руки. Блин, на него же, да. В драке. Но это было эпично, потому что сезон снимать я продолжил. Я тоже сезон продолжил снимать, слава богу, мне повезло опять. Опять бог у меня. Короче, мне повезло то, что это была левая рука, потому что, если это была правая, то... Слева и любой дурак сможет. Да, 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 сможет любой дурак. Но мне не повезло то, что перелом был непростой, с операцией все как следует, без всяких там металлических изделий. Ну, в общем, я два месяца снимал свадьбы с гипсом. Вот, и с ассистентом. Можно было делать из этого шоу, чтобы все гости расписывались? Слушай, да, у меня был изрисованный гипс, но там, понимаешь, бинты обновлять надо. То есть, когда тебе, типа, перевязку делают, там все по-другому становится. Ну, и суть в том, что именно вот в тот момент я понял, что насколько моя вот эта вот методика зеркалок устарела. То есть, мне нужно что-то легкое, что-то, то, что будет комфортно носить одной рукой. Вот, потому что рюкзак там 14 килограммов, где он там... Мы можем показать мой рюкзак, он огромный просто. Вот, и это не то, что нужно вам сейчас. Сейчас очень много беззеркалочек. И я думаю, что если у вас есть деньги, то лучше туда все вкидывать. Это будущее. Если бы тебя спросили сейчас начинающие ребята, какой фотоаппарат выбрать сейчас, какой объектив выбрать, вот стоит задача сейчас, в ближайшие дни купить технику в это непростое время, чтобы послезавтра уже снимать. Что бы ты посоветовал? Мы не знаем, что там будет, когда выпустится это все, сколько цены, какие цены будут. В общем, ребят, вам еще больше не повезло, чем нам, когда... Ну, ты-то начинал еще при курсе за 30, да? Да. Да, я начинал при курсе за 60. Я как бы не видел этих сладеньких времен, когда ребята там... За 15 тысяч это 15 тысяч рублей, это было 500 баксов, ребят, 500 баксов. И это был вот такой простенький фотограф за 15 тысяч работал весь день. Ну ладно, не суть. В общем, я только о Nikon их могу рассуждать. Вот. Я слышал, что у Fujiko все бюджетно, и можно собрать там беззеркальную систему побюджетней. Вот. Но если мы говорим о Nikon, то, наверное, все-таки 750-ку взял бы. Но надо проверять ее, там надо по серийному номеру на сайте проверять какая-то серия. Есть серия 750-ок ужасная, которая ломается. Есть... Просто вы можете пострадать из-за этого. Если у вас денег хватит еще на запасную камеру, то лучше сразу две покупать, как нормальные люди, чтобы не было таких ситуаций, что вы приходите, у вас что-то сломалось. А может сломаться, ребят. Поэтому даже если это будет D7000 какой-то за 15 тысяч рублей или 10 тысяч, сколько они там стоят, ну, должна запаска лежать хоть какая-то, чтобы вы смотрели ребятам в глаза. Ты на свадьбу обязательно носишь. Да. Да. Это вот. Тем более с каждым годом пробег все больше и больше. Но эти камеры, они... Чем дороже камера, тем больше у нее ресурс затвора. Вот. Я, кстати, недавно, пользуясь случаем, писал в ваш чудесную фирму GetLens. Ну вот. Я писал на тему того, что мне нужно почистить... Я слева в аккаунт писал, кстати. Мне нужно почистить матрицу и все такое, потому что я никогда не чистывал ее. Мне ребята написали, что они делают это бесплатно. Бесплатно. Мне так... Мне так стало... С одной стороны, приятно. С другой стороны, я не люблю, когда люди что-то бесплатно делают. Это все должно быть оплачено. И тогда я им пишу, а вы юстируете объективы камерам? Они мне написали, да, но я не спросил про цену. Я подумал, что приду и все-таки как-то... Как-то вручу деньги ребятам за чистку и за юстировку, но это бесплатно. Если что. Вот. В общем, D750 и Sigma Art, если есть деньги, вот. Ну, то, да, 24, 35, по-моему, она... Да, 35, 2.0. Светосильный, удобный. Ну, он тяжеленький, конечно, но это вот прям такая резкая, быстрая. Если подешевле, то можно, наверное, там... D600 какой-нибудь, 10, вот. Это прям бюджет-бюджет. Наверное, за 50 тысяч можно до сих пор их найти. Вот. Они, наверное, есть. Под полтосик, конечно, взять. 1.8 пойдет. 1.8G. Не D. G быстрее работает. Вот. Он находит точки быстрее. Есть ли у тебя любимые фотографы, творчество которых максимально отзывается, и ты такой смотришь, думаешь, ой-ой-ой, вот это... Не хочется быть таким человеком, которым говорит, я ни за кем уже не слежу. Нет, да, конечно, слежу, но у меня сейчас все настолько уже... Все в иностранцах, короче, я не могу тебе сказать по фамилии. Но Иваш, я всегда за Иваш, короче, Иваш забыл его имя, господи. Я понимаю, украинец. Да, да, да. Он очень классный, и у него тоже вот началась вот эта влог, блог, вот этот сайт был на ютубе, его канал. Это что-то было клевое, я смотрел. Да, там, конечно, свадьбы с Индией, с Америки. Это, конечно, все совсем по-другому, не как у нас, к сожалению. Но никто не мешает вам так же снять, вот. И, в общем, слежу вот за ним. Мне очень нравится его стиль. Потом за кем, за кем, за кем, за кем еще. Но тоже могу потом кого-нибудь прочесть и так продиктовать тебе. Расскажи про свою фамилию. Фамилию? Да. Это настоящая фамилия, реальная? Ну, теперь она в паспорте, да. А, теперь она в паспорте. Теперь она в паспорте, да. Была не очень. Ну-ка, давай, какая? Не-не-не-не, это... Я, как человек, который хотел в прокуратуру идти, я... У меня было, знаешь, долгое время у меня, короче, аккаунт назывался в Инстаграме. Да, в Инстаграме тоже, по-моему, так назывался. Нет. Короче, ВКонтакте точно был, короче, ник просто Леша. Ну, то есть вот у тебя вместо имени просто фамилия Леша. Что с фамилией было не так? С фамилией было все хорошо, но тогда я думал, что я в органы устроюсь, и мне нельзя было плить контору. А, нельзя было просто фамилию. Да, да, да. А сейчас я заметаю следы уже. В общем, то, что в прошлом, то в прошлом. Вот. Меня уже никто не знает. Здесь должна появиться фотография, где Алексей без волос, без этих. О, да. В форме и с серьезным выражением. Младший сержант вооруженных сил. Это не модно сейчас. Одно время назад я слыхал, что многие крутые фотографы, чтобы не терять, чтобы не терять связь с жизнью настоящей, берут какие-то недорогие свадьбы в провинциях и чисто по фану ездят туда и прокачивают свою репортажечку на таких мероприятиях, где по-прежнему карандаши суют в бутылочки, вот привязанные к бедрам, вот это все, где тамада. Ты описываешь обычную свадьбу мою, типа, вот это, нет, был последний раз, когда я выкуп в подъезде снимал, это была прикольная, тоже фотку. Когда последний раз был выкуп в подъезде? Ставим эту фотку, это был 18-й год, осень, да, у меня тогда, фоточка потом в шорт-лист Аворда зашла в Майведе, там, короче... С выкупа, с подъезда. Да, там, в общем, невеста или, нет, жених с букетом выходит из машины, а мужики, короче, стиральную машинку из подъезда вытаскивают. Прикольная фотка, да, она что-то еще выиграла. И все, и на этом подъездные истории закончились. Ну, сейчас ребята уже выросли из этого всего, они, наоборот, вот против этих клише сами, вот, все эти бутылочки. Но это воспринимается как пост-трония, как это сейчас, да, ну, то есть можно, это забавно, да, бывает иногда такое. Ну, нет, есть люди, которые не воспринимают это как постороннее, есть люди, которым это реально, они думают, о, это... Ну, почему, у меня, ко мне, короче, такие не приходят, к сожалению, я бы хотел, наверное... И касаемо того, что, ну, у меня все-таки средний сегмент, я не могу сказать, что я там какие-то богатые свадьбы снимаю, у меня прям средний-средний. Сейчас, сейчас этот сегмент уже не средний, я думаю, сейчас с этим курсом, я думаю, среднего сегмента нет, вот. Есть дорогие свадьбы и бюджетные, я думаю, что ее бюджетным больше. Бывает так, что тебе приходится что-то объяснять своим молодоженам, типа, что вот это хорошо, это плохо, рекомендации какие-то? Да, да, да. Или ты, люди приходят, и ты все, смиряешься с тем, как у них и что придумано уже? Ну, мы уже пробежались по отелям, да, сразу отговорю от отеля, потом второй момент с транспортом тоже, это сильно обсуждается, то есть, когда ребята говорят, что вот, там, хотим машину на целый день, ну, иногда говорят, что, блин, достаточно такси, потому что эти машины, пока там водитель припаркуется, потом до него фиг дозвонишься, потом он еще приедет, там, минут пять-десять пройдет. Я говорю просто, прыгай в машину, если вам нужна машина, покомфортнее, там есть тарифы всякие разные в Яндексе, вот, на этом, на этом я тоже момент вот так вот заостряю, что вот, ребят, можно заказать, мы просто из точки А в точку Б без проблем доедем, чтобы нам никого не ждать и не терять на этом время. Вот, друзья, у меня в Питере есть приятель, который занимается сдачей в аренду свадебных машин, и он в последнее время ведет себя как говнюк, поэтому мы с Лешей уверяем вас, не нужно заказывать на свадьбу в Питере, особенно свадебный лимузин, блядь. На такси достаточно, это очень круто. Нет, давай исключение, исключение есть. Если ребята говорят, что мы хотим кабрик и хотим в аренду кабрик взять, ради бога, окей, окей, да, кабриолетик. Даже в мини-купере нормально можно снять, ну, то есть вот есть тоже фотка с мини-купером, я там сидел сзади, это просто отдельный фоточек. Ну вот, ну то есть кабриолеты и ретро-тачки, ретро тоже в моде нынче, как и всегда. То есть, если достать это все, то да, то да, это будет клево. Восемь лет, довольно серьезный срок для свадебного фотографа. Как ты не устал еще, если не устал от свадеб? Почему ты, почему, не знаю, ты по-прежнему на все свадьбы с воодушевлением идешь? Или ты уже такой, вот еще сезончик и я... Ну, у меня пока нету такого, что, знаешь, что я вижу что-то впереди, тем более сейчас, я, горизонт, планирование у всех сузился. Я когда-то думал на тему того, что люблю снимать, как хобби у меня сейчас видео, я вот тоже у меня в Инстаграме много уже видюшек моих смонтированных, но монтаж для меня боль, Поэтому я бы хотел себя как оператор почувствовать, ну, самое, почувствовать в роли оператора, не как режиссер, а вот просто человек, который за камерой, вот, что-то подснять. Вот над этим думал, но сейчас уже не думаю, и в целом мне моя индустрия нравится, я люблю свадьбы, и мне комфортно на них, короче. Есть, не все, не все, но есть такие свадьбы, когда ты, знаешь, ты приходишься, и ты как рок-звезда чувствуешь себя, потому что ты управляешь толпой, манипулируешь людьми, ты, короче, их раскочегариваешь. Да, я люблю говорить людям, что я просто люблю манипулировать. Да, я обожаю эту фразу, вот, и ты реально вот знаешь, это как будто вот 12 часов как концерт, вот как раз вот эта серия, которая тебя интересовалась, почему она называется Джонатан, вот. Это одна из лучших в моей жизни свадеб. У ребят был квартирник на 100 человек, там даже ведущий не нужен был, потому что все гости, все гости, в общем, они подготовили какой-то музыкальный номер. Даже тот, кто не умел играть на инструменте, они объединялись в какой-то коллектив, там, из 10 человек, и такую жаришку выдавали в стиле Ханса Циммера, блин, я просто офигел с этой свадьбой. Это было потрясающе. И вот тогда, может быть, тоже, знаешь, такие бывают моменты, когда ты вроде устаешь, 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 а потом у тебя какая-нибудь свадьба такая офигенная, потрясающая, где все вот прям очень душевно, и ты такой, блин, ну это клево, клево, да. Просто сейчас задача какая? Задача на каждой свадьбе, вот, выдавать тот уровень, который вот ты можешь. И то, что ребят хотят, ты должен это предоставить им. А снял ты свадьбу, ты сразу просматриваешь, все отбираешь, или она должна у тебя отлежаться, как у тебя с этим? Сейчас все будет по-другому, я уже наконец-то отдам обработку. Я же до сих пор сам все обрабатывал, вот, это было, конечно, тяжело. Но в основном у меня сроки были два месяца, и то есть там превьюшку закинул, 20 фоток ребятам, и потом возвращаешься к ней через полтора месяца, потому что у тебя нагрузка такая, поток, и для меня просто вот это вот слово опоздать, нет, я буду умирать, но я сделаю, вот. Будешь умирать, но через два месяца точно отдашь свадьбу, да? Да, да, бывает, когда я опаздываю на сутки, это для меня боль, я стрессую сразу, вот. Но, опять же, все меняется, и сейчас уже, скорее всего, в свете последних событий будет больше камерных свадеб, поменьше которые, вот, будет больше количества, ну, общее количество свадеб будет больше, то есть, и поэтому, как бы, я принял решение, что я буду только снимать, а обработкой займется мой хороший друг, который давно говорил, что надо, надо, знаешь, вот это... Которому ты спас жизнь, и он будет за бесплатно это делать. Нет, нет, все оплачиваем, я же говорю. Сейчас. Это нужно, нужно, нужно ценить, потому что, если ты людям платишь деньги, они благодарны тебе за это, ты же знаешь, этот подход. Свадьбы бесплатно, кто снимает сейчас? Если слышите слово бесплатно, никогда не верьте этому, честно вам говорю, особенно вот в свадебном бизнесе. Короче, все должно оплачиваем быть. Как собрать крутую серию, кроме того, что должно быть логическое начало, логический конец? Твои советы по сбору свадебной серии, которую хочется разглядывать и пересматривать? Хороший вопрос, конечно, но вот отсюда... Если тебе не жалко... Мне не жалко ответ, но мне хочется сказать, что надо сделать 7-8 тысяч кадров на свадебке 12-часовой, да, и потом сидеть и вот так, блин, что же выбрать, чтобы, знаешь, глаза разбегались. Это трудно, вот я на серию там трачу по полтора-два дня, и поэтому вот у меня сейчас процесс весь застопорился, потому что вот из-за нагруженности, из-за того, что я тут с этой рукой своей на полгода, как бы вот из привычного ритма, знаешь, выпал. То есть два дня вот посидеть, подбирать фоточки... Сколько ты отдаешь? 300-500, где-то так, из этих... 80 кадров с часа, ну где-то 800-1000, 1100, дублей тоже есть. Ну, то есть могу ссылку на полную свадьбу скинуть, вам посмотрите, есть сайт, там все есть, вот. И по отбору у меня какого-то алгоритма нет, то есть ты должен сидеть, и бывает такое, что, знаешь, там прогулка офигенная, утра нету, банкет такой себе, и поэтому ты такой, не буду выкладывать, хочется полноценно. То есть, чтобы ловить своего клиента, нужно вот полной серии выгружать, вот, да, да. И вот та вкладка, где у тебя лучшие твои фотографии, ну это так, дополнительный материал, грубо говоря, чтобы ребята такие, но он еще и так умеет. А в целом, ну, ты должен показать, что в течение дня будет. И самое главное, вот как раз на встрече ты должен сказать, что вот это реально, а вот это нереально, ребят. Ну, то есть доводить максимальную информацию, максимально много говорить на тему того, что ты можешь, что ты не можешь, что реально, что нереально. Потому что если вы своему потенциальному клиенту навешаете лапши и скажете, что я все смогу, он будет от вас ждать, что вы все сможете. Бывает, что ты объясняешь ребятам, а потом они такие, а можешь вот это еще, можешь это. Не, я не говорю сейчас про то, что, знаешь, вот тоже классические какие-то кадры, какие-то прикольные кадры, которые они хотят, ты как бы можешь попытаться сделать. Но ты говоришь, что, ребят, не обещаю, но давайте сделаем. Вот все, что они вообще просят тебя сделать, ты должен это сделать. Кто бы что ни попросил. Чего ты не можешь и не хотел бы? Не хотел бы, не хотел бы свадебной съемки, чего. Блин, я не знаю, не знаю, чего. Ну, вот ты сейчас говоришь, что надо четко понимать, что ты можешь, что ты не можешь. Я про технические моменты, про технические моменты. Допустим, вот фоточки с фонарем. Вот, фонарь вот этот вот, ты понял? Улетающий в ночное небо? Да нет, который фотограф, фонарь-фотограф. Фотографический фонарь? Да, 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 как он называется. Вот, и там, где с таким светом, и ты видишь, что это такой свет, и ты говоришь, что, ребят, у меня нет этого фонаря. Пардонте, нет, сорян. Ну, мне, поскольку я люблю естественный свет, мне все с естественным светом в основном кидают. Да, зимой, конечно, это трудности большие. Вот, но зимой, во-первых, и поменьше съемок, вот. И, во-вторых, ты там уже тоже, ты там вот на зимние съемки, ты должен четко понимать, и тоже доводить до ребят информацию на тему того, что возможно, что нет. Вот, опять же, была очень классная оранжерея на ВДНХ, старая фондовая оранжерея. Она потрясающая была. Ребят, если вы смотрите это в 22-м году, и сейчас 27-й год у вас, то ее, скорее всего, закончили реконструировать, потому что сказали, что на три года закроют ее, и закрыли в декабре. Вот. Сейчас она недоступна, есть оранжерея на аптекарском огороде, она ужасная. Не ездите туда, там много народу. Это вот касаемо мест для съемок, то есть, если вот дождь, и вы поняли, что вы никак не можете снять на улице, вот, ничего не сделаешь ты, на улице ливень, вот, то ничего не остается, как в оранжерея ехать на аптекарском огороде. Потому что, ну, по факту, ты не подготовил ребят, вот, то есть, ребят тебя спрашивают, а ты говоришь, да будет хорошая погода. Но ты должен им сказать, что если будет погода, мы должны вот... Конечно, мы должны мониторить всегда погоду. Да, ты вот прям вот все должен им вот довести до всего, потому что видеограф ничего не скажет, я уверен. Ребят, не обижайтесь, не обижайтесь, но каждый раз, когда я прихожу на встречу с клиентами, они мне говорят, что... Нам видеограф сказал, что по локациям фотограф все вам подскажет, мы просто, типа, мы просто доверимся ему. Ну, ничего, мне никогда отдельных советов ребята не давали по поводу мест. Все, вот, ты сам вот должен рассказывать, что и как. Поэтому, чем больше вы скажете и расскажете, и расспросите ребят, что им нужно, тем вот быстрее вы поймете, ваш этот клиент или не ваш. Я недавно побывал в одном прикольном месте, называется, по-моему, Суперметалл. Вот, да, да. Не знаю, приезжают ли туда свадьбы. Слушай, я уверен, приедут, но... Такое все металлическое. Я видел, там... Сжалое. Видел, охранник подходит к ребятам, которые снимаются вспышкой. Да, и говорят, нельзя. Я пал со световыми мечами Get Lens, пытался там снимать, но очень вежливый охранник сказал. О, световой меч, вот хочу вот эту штуку купить. Очень помогает. Да, вот вместо фонаря и вспышек будет скоро вот такая штука везде. И вот за этим будущее, за беззеркалками и всеми постоянными источниками света. Это же постоянный, да? И он отличный. То есть вы сразу видите, что и как по свету, и вам не нужно мучиться с настройками, с импульсами. Да, это очень простой вариант. Легкие штуковины заряжаются от Type-C. То есть батареи хватает прям надолго. Да, я же еще забыл сказать, что я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Я типа вот этот вот чувак, да, да, привет, привет, мы встретились. М-режим для нас, ну, нет, конечно, с длинной выдержкой что-нибудь, с размазанным фоном. Вот, и вот отсюда вытекает вот этот вот момент, что ребят спрашивают фотографы другие, типа, Лех, там, научи, подскажи, может, у тебя какой-то курс есть, еще что-то. Но я не умею обучать. То есть я не научился обучать пока, и я всем говорю, что, ребят, не получится. Я бы очень хотел, правда, хотел бы. Вот, но, во-первых, если у тебя нет никакого курса и нет никакой программы, то ты очень много времени можешь потратить на человека за очень малые деньги. То есть ты не заработаешь на этом, ты потратишь много времени, сил, и человек, скорее всего, не научится. То есть, ну, вряд ли ты скажешь, что, чувак, вот те референсы, сделай 5000 кадров, и мы отберем, и будет как у меня. Нет, там должен быть особый подход. И поэтому я никого не обманываю. Если кто-то хочет обучения, то я просто вежливо говорю, что я пока не умею обучать. Когда научусь, я обязательно что-нибудь придумаю. Вот, а сейчас нет. И даже с пресетами тоже не клеится, потому что Nikon не у многих. Он у меньшинства Nikon. Вот, то есть мало кто снимает на Nikon, и пресеты Nikon в Lightroom не ложатся вообще, ну, никак, не хотят. Есть что-то, какое-то исключение в виде черно-белого пресета. Но он как бы универсальный. А так вот, знаешь, попросит кто-нибудь, продай, пожалуйста, там вот нам нравятся цвета, ничего не получится. Расскажи про самый большой провал, который, если ты такой был в твоей фотокарьере. Мои нелюбимые провалы, это пару раз, когда я имя жениха путал. В самом начале. Вот прям это было не очень, не очень мне комфортно. Мне было тяжело потом. Я прям не люблю такие моменты, знаешь, когда Ваня назвал Владом или еще что-то. Ну и был один раз на заре моей карьеры, это когда я невесту перепутал. Я пришел в квартиру, там сестра и невеста в разных комнатах. Я захожу и такой начинаю снимать. В какой-то момент говорят, что я сестра. Они не похожи, они не похожи. Не похожи, нет. Я просто накосячил. Такие провалы, провалы. Ну провал вот для меня последнего года, это вот когда, знаешь, руку сломал. Все-таки нельзя так подводить ребятам. Причем мне задавали вопросы прямо накануне этого всего. Что будет, Алексей, что должно случиться, чтобы вы не пришли на нашу свадьбу? Я иронично сказал, я должен умереть. И на их свадьбе я снимался с переломной рукой, с обесболом. Два дня прошло, и в общем, мне было очень стыдно, честно. Потому что мой стиль, он предполагает движение. Вот как раз много вот этих вот моментов с приседаниями. Короче, было тяжело, но максимально выложил все как-то. В общем, пожалуйста, берегите себя. Берегите себя. Сноуборды, пожалуйста, защиту. Все надевайте. Вы как дети должны быть, вот, защиты облеплены. Не бывало ли такого, что ты терял съемку? Нет, 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 нет. Ни разу в жизни никогда? Никогда. Вообще, ребят, сейчас есть Яндекс диск облако. Самое дешевое облако. Сколько копий у тебя сейчас всего? Вот на жесткий, какой-то на съемный, наверное. Да, прихожу на жесткий и за ночь выгружает на диск все. Пять терабайт хватает надолго. Вот, то есть, пять терабайт облака стоит что-то пять тысяч рублей, что ли, на год. Это очень дешево. У меня просто, мою квартиру один раз ограбили. Мне очень сильно повезло. Мне очень сильно повезло. Это было тоже, наверное, лет семь назад, шесть. Я тогда задумался над темой того, что надо бэкапиться, но тогда это было... Ну так, ну сейчас деньги появятся, и придумаем что-нибудь. И уехал вот в другой город снимать. И я жил на втором этаже, и ко мне просто, не знаю, по наводке, не по наводке залез нехороший человек. Вот, его потом нашли, все вернули, кроме флешек, вот. А жесткие диски, они были, это, Weston Digital, короче, такие, как книжка. Они стояли на полке сверху. А он взял все, что плохо лежит, там, легкие камеры эти, объективы. Вот, и поэтому, в общем, мне повезло. Это было для меня последнее китайское предупреждение. Но я на встрече довожу до ребят, что, ребят, вся свадьба уходит на облако после того, как я приезжаю. И, ну, это, как бы, стопроцентная гарантия того, что ничего не случится. Вот, потому что мало ли что с жестким диском. Прекрасный фотограф Кимран Ширалиев. Привет, Кимран, вдруг ты смотришь этот видос. Как-то рассказывал историю про одного своего знакомого фотографа, который отснял, ну, словно, 150 свадеб в Осетии, или откуда Кимран у нас? Господи. Это за... И потом, да, у него сгорело, к чертям, вот, жесткий диск, и чувак просто потерял эти оплаченные 150 свадеб. Он переехал, я уверен, он переехал. Да, уехал. Это бесполезно, и все. А был приятель у меня из моего города, из Оренбурга, который поехал в Испанию. В те времена, когда еще можно было ездить в Испанию. А тут Испания, перед нами. Да, и у него был макбук, у него был рюкзак и жесткий диск в рюкзаке аппаратный, на котором на жестком диске были вот весь отснятый свадебный сезон. И он оставил этот рюкзачок на пляжу и пошел искупаться, или куда-то отлучился. Ну, слушай, псих какой-то. Причем он был адекватный парень на этом все эти годы. И когда он через минуту вернулся, и через дверь, рюкзака не было, не было жесткого диска, не было макбука, и просто он просрал весь отснятый свадебный сезон. Это страшный страх, конечно. Но это ужасно. Я один раз в жизни потерял съемку, но она была часовая студийная съемка, съемка депутатов. Но у меня в этот день было очень много съемок, и я несколько раз приезжал домой, скидывал в комп, и уезжал дальше снимать, скидывал, ждал флешки. И как-то вышло так, наверное, что я подумал, что я скинул эту съемку, но не скинул, промотнул, и поехал на нее дальше снимать. Но я сдался прям сразу, позвонил организатору, сказал, да там. Но депутаты были молодцы, и сказали, бывает! Бывает, и заново, да? За твой счет все. За мой счет. С Апсаном, бизнес-классом. Ну, было все попроще, это было в Оренбурге. А, ну там депутаты. Они просто потратили 10 минут, доехав еще раз по студии. В другой день и все, отснял. Ну, это самое страшное и неприятное было. Да, ну, как бы следите за рюкзаками, за техникой. В целом времена такие, что, в общем, прям старайтесь держать на виду. Вот часто бывает, что, знаешь, приходишь на банкет, и там говорят, отдавайте-ка вы рюкзачок свой, спрячьте в подсобочку. Никогда не делайте этого, пожалуйста. И на крайний случай, если прям вас умоляют куда-то спрятать ваш рюкзак, у меня красивый рюкзак просто. Вот поэтому никто не спрашивает. Но бывает такое, что просят, и делайте все, чтобы он был на виду, короче. Вы должны контролировать его полностью. Но флешки, ну, раньше у меня вообще был бзик, типа я флешки таскал в паспорте. Ну, типа, снял флешечку в паспорт ее. Вот, но это что-то перестало я так делать. Оследовало бы, на самом деле. В общем, берегите материал, скидывайте его, делайте кучу копий, и будет вам счастье. Потому что это самое страшное, что может случиться, я не представляю. Вот сейчас еще проблема вот моих камер, это то, что там вторая флешка XQD, вот эти дорогущие. Вот. Если SSD на SD, то это вообще, вы просто копейки стоят дополнительные флешки. Так что бэкапьте все, что есть у вас. Пускай в JPEG, пускай она медленнее работает, но почему бы нет. Но я боюсь этих моментов, и сейчас такие, знаешь, титры, что за момент обработки этого подкаста у Лехи что-то проебалось. Черт, я... Ильяс, ты же свистнул? Не-не, у меня там по техническим причинам что-нибудь, знаешь, типа забыл так же скинуть. Бывает, у меня прям вот на грань что-то было похоже. Бывали у тебя такие дикие случаи, когда ты на одно и то же число взял, скажем, две свадьбы? Я слыхал такие истории. Нет, я понимаю эти истории, вот сейчас я как бы понимаю, откуда это все, с чего это все, это знаешь, когда уже у тебя такая усталость накопилась, и у тебя поток-поток-поток, да, наверное, такое выходит. Но у меня, у меня немного свадеб было как бы в год, и поскольку у меня это вот именно свадьба, и больше ничего, то есть у меня очень просто календарь выглядит. То есть пятница, суббота, воскресенье, понедельник, четыре дня, вот, в среду иногда, во вторник. Вот, и как бы, и тоже же, опять же, в сезон ты, типа, концентрируешься, там, где у тебя максимальное количество всего, а потом осень, у тебя уже полегче, вот, и поэтому нет, ничего такого. Сколько максимально за неделю, максимальное количество свадеб у тебя было за неделю? Ну, у меня было пару раз всего три подряд, три подряд у меня было пару раз. Подряд три дня или? Три дня подряд, вот, но где-то за недельку четыре было, но это все равно ты должен выбирать, выбирать должен. Вот если у меня, допустим, четверг, пятница, суббота, ну, наверное, если меня спросят, тем более, если в другой город, то я, наверное, чем-то пожертвую. То есть, скорее всего, с чего-то сольюсь, откажусь. Потому что нужно все-таки как-то отдыхать. Как ты отдыхаешь? Две подряд нетрудно. Что твой отдых? Что мой отдых? Кроме сломанных. В горы люблю ездить. Ну, я так не кататься, ни на чем не катаюсь. Я просто люблю. Да. Посмотреть. Эльбрус. Привет. Дагестан. Дагестан потрясающий, дешевый очень. Вот. И тем более сейчас, ребят, сейчас никаких Сочи, никакого Крыма. Последний год Дагестана вообще такое. Дагестан. Все ездят, все смотрят на этот экраноплан Лунь. Очень безопасно, да, с Лунем тоже. Я ради него ехал туда. Вот. И там потрясающий сервис, дороги клевые. Не экономьте на гидах. Люди хорошие. Люди хорошие, да. И самый классный отдых там, это когда ты заходишь. TripAdvisor есть эти сайтики. А он русский TripAdvisor? Погоди, Tripster есть. Tripster. Прикольное название. Вот. И, в общем, там есть экскурсии. И там видно, что цена за машину, там, цена за машину 8-10 тысяч рублей, 15. Вы можете на двух, на трех человек снять машину целиком. Вот. Не экономить, не ехать с автобусом с каким-то или там маршруткой. Просто берете эту машину. И самое прекрасное, что вы можете гиду в любой момент сказать, остановись здесь. Мы здесь посидим, помолчим, посмотрим. Вот. И все. Самый лучший отдых. Самый лучший отдых. Постоянная рубрика, которая называется «Порекомендуй». Я вдруг осознал, что все равно все люди слушают свою музыку, но смотрят свое кино. Я все равно продолжу об этом спрашивать у наших гостей. Порекомендуй нашим зрителям любимую музыку. Вдруг ты для кого-то откроешь что-то невероятное. И любимое, не знаю, кино, которое в последнее время тебя поразило или зацепило. Потому что, видишь, мы с кино сейчас немного ограничены тоже. Я, например, свою жизнь без кино вообще не представляю. Поэтому у всех об этом спрашиваю. Киношечка. Потрясающе киношечка с Джонни Деппом. Пожилым уже с Джонни Деппом. Его списали, и он вернулся в Европу, покорять Европу. Короче, великий. Великий? Про фотограф, который поехал в Европу. Там даже можно без звука смотреть. Это просто потрясающие кадры. Цветокорф. Все. Визуал офигенный. Мой друг-фотограф прекрасный Николай Злобин сказал, что херня, она просто на масле. А мне очень понравилось. Вот, вот. Я очень понравился. Короче, потом, конечно, корейское кино. Паразиты. И отсюда из паразитов еще есть таксист 2017 года. Тоже хороший. Таксист именно корейский? Корейский. Да, 17-й год. В 2017-й. Да, потому что Де Ниро тоже, конечно, потрясающе. Но он имеет отношение, этот корейский таксист? Нет, нет. Там про Южную Корею, там про революцию в Южной Корее. Там речь, кстати, тоже о фотографии, документалисте, который вот приехал бунту в Южной Корее снимать в 80-х. Там такая трогательная история. Короче, очень клевый фильм. Все, три фильма назвал. И по музыке, ну, сейчас сопли. Кроме ГДР Джона. Сопли-сопли сейчас будут. Сироткин, Сироткин. Обожаю Сироткина. Вот. Концерт в Казани перенесли. Не попал на концерт и не попаду уже, видимо, потому что потом сезон начнется. Есть что, Волны группа? Ну, она называется не Волны, она называется... Есть группа Волны, но она называется не Волны. Она называется V, L, N, Y. А, окей. Латинскими буковками. Хорошо. Вот. Дайте танк, естественно. Ну, и классическую. Red Hot Chili Peppers. Вот эту вот музыку, знаешь, по утрам. Альбом Californication. Вот. Что еще? Ты включаешь своим клиентам свою музыку? Или ты спрашиваешь, а что бы вы хотели послушать, чтобы вам было комфортнее сниматься? Ну, на свадьбах там как бы все понакатанное. Вот. А семейные съемки... Да нет. С девчонками, да, можно что-то послушать. Ну, а когда ты в процессе, ты в процессе как бы там кто бы не играл. Иванушки International, Топ, Акбутин, хорош. Вот. Лишь бы, знаешь, как это, как классическая фраза, ну, лишь бы вот на телеке что-то цветастое не играл, когда ты снимаешь. Вот. А там ребята уже сами выбирают. Так. Ну и все. Вот по музычке я же сказал. Ты... Хорошо. Будем считать, что ты... Рей Икс еще прикольный. Рей Икс. Рей Икс. У него клип клевый. Клипы, которые вдохновляют. О, я здесь люблю еще. Ты возвращаешься в свой родной Ульяновск или уже нет, или не ездишь туда? Люблю свой город, но снимаю там крайне редко. Не хочу говорить, что не снимаю, потому что пару лет я не снимал, реально. Пару лет не снимал. Вот. Но сейчас просто езжу туда на отдых. Мне нравится. Есть там замечательные места. Вот. Есть. Очень клево. Кстати, вот есть. Можете загуглить глэмпинг в Ульяновске. Офигенно просто. Вы офигеете, как у нас клево, ребят. Давайте к нам все полтора часа с Москвы лететь на самолетике. Тринадцать часов на поезде. Всех ждем. Вот. У нас офигенно. Вообще, очень уютный город. Ходит трамвай. Новый трамвай, кстати. Как в Москве. Огромная Волга. Река. Река. Два моста. Президентский губернаторский. Ульяновск, как хорош. Родина Ленина. О, я видел ту улочку, да, где отреставрировали вот это. Покрасили, да, вот это вот. Вот это улица, где вот эти старенькие дома, где дом Ленина. Типа он там жил. У нас еще на вокзале вот эти фоточки. Когда был маленький. Любит, любит фоточки эти делал. Вот типа Родина Лени. Фоточки вот это, да. Дюжакин, кстати, для Митровграда. Тоже Ульянская область. Вот. Так что вот он мне нравится, да. Офигенный. Дюжакин молодец. Фэшн, давайте все, уйдем, ребят. Давайте все туда. Быстро вопрос про технику все-таки. Давай. Что ты снимаешь? Любимые фокусные, какие сейчас есть? Что вообще? Какая камера? Что за вспышка в лоб? Вспышка в лоб? Так, камеры. Я с 2011 года, как мне подарили первую камеру, снимаю на Никоне. Вот. Был Nikon D3000 и пошло-поехало вверх. Ну, Господь тебе судья. Дошел до D850. Какая потрясающая камера, думал я. Вот. В итоге, ребята, 850-ка, конечно, хороша, но она не сильно лучше 750-ки. Вот. Это такой момент, где вы можете, тем более сейчас, экономить очень сильно деньги. И между 850 и 750 разницы нет. Вот. Ну, я такой вот мастодонт, который вот таскает, короче, вот эти тяжелые камеры, типа, вот этой. И D500 у меня еще, ну, это, короче, она не полнокадровая, она кропнутая, вот. И по фокусу нам все просто. У меня полтосик 1х4, вот, родной, Nikonovsky, купил у дедушки за 10 тысяч рублей, тоже лет 8 назад. Он был потрясающий. Он, короче, там снимал какую-то, он, видно, какой-то ученый, что-то там снял. Он, знаете, что сделал? Он, короче, продоверяивал дырочку в крышечке от объектива и на веревочку ее привязал к объективу, там, с помощью какого-то саморезика. Ну, саморез был такой маленький, ничего страшного. В общем, ну, уникальный, уникальный объектив у меня теперь. Вот. Потом, потом у меня Sigma Art 1835 1.8. Это вот для кропа. Это любимая, любимый объектив всех видиков. Вот, потому что там все плавненько. Не знаю, зачем я это говорю, но мало ли. Может, кто-то еще не знает, какой он классный. Вот. И потом я понял, что мне на полный кадр тоже нужен такой же объектив. Я купил... Сначала у меня был Tamron до 24-70. Вот. Я с ним походил, и что-то на 70 миллиметрах я вообще ничего не снимаю практически. Вот. То есть для 70 миллиметров у меня есть вот тот полтос, который я на кроп могу закинуть. Вот. Он будет такой же примерно по фокусу. Вот. И поэтому я взял 24-35, по-моему, 2.0 Sigma Art. Вот. И все. Все мои объективы. И Godox и 860-ые три штуки с этим самым Step Pro, по-моему, там синхронизатор. Вот. Ну и вот. И прищепки три штуки нашел. Подрубаюсь вот там к каким-нибудь выступам. Ну, я имею в виду сами прищепки. И все. И если нужны вот эти вот фоточки с тремя вспышками... То ты можешь. Я смогу, да. Но это не то, что мне нужно. Я вот как бы за вспышку в лоб. То есть банкеты вообще предпочитаешь вспышкой в лоб? Да, да. Мы можем там потом что-нибудь закинуть. Чтобы ты мог посоветовать доброго вечного, обязательно вот в эту камеру, тем ребятам, которые хотят всю свою жизнь, весь свой путь связать с фотографией, наставления молодым людям и девчонкам. Вот. Вот мы проглотили это в диалоге. И я подводил к тому, что, ребятушки, не стремитесь к деньгам, к богатствам, вот к этому всему. Это не про это. Свадебная фотография тем более. Если вы хотите денег. Нужно работать. В общем, деньги должны быть не в приоритете, не на первом месте. Особенно, если вы начинающий. Вы должны все снимать многое. Что-то даже бесплатно для себя, если. Вот. Вы должны выкладываться на максимум. Вот. И не думать о деньгах. Это трудно, я знаю. Но экономьте на всем, если вы любите то, чем занимаетесь. Вы прорвете этот период, когда вы будете голодать, уйдет. И вам воздастся за ваши вот эти вот страдания, что ли, как это назвать. В общем, все будет клево. Все будет клево. Я добрался до денег, тут хорошо. Так что, ребят. Тут хорошо и щеки. Удачи, удачи. Это прям ваше все. Без удачи ничего не бывает. Спасибо, Алексей. Не за что. Прекрасно поговорили. Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Обязательно ставьте пальчик вверх, колокольчик, пока не отключили YouTube. Возвращайтесь на канал Get Lens, потому что здесь очень много всего интересного. И, конечно, еще очень-очень много фотоподкастов. Спасибо, пока.